добрый день дорогие зрители сегодня мы познакомим вас с новыми новостями и сплетнями мыльного мира его окрестностей первая новость у нас о реке мартини дело в том что его бывшая подруга ребека де альба назвала его не профессионалом и даже не кабалье с таким заявлением она выступила в твиттере почему она так поступила не особенно ясно тем более что раньше она его все время поддерживала ей даже пришлось говорить что она знала его гомосексуальной ориентации когда он об этом публично заявил самой ребеке конечно пришлось хлебнуть сполна пресса просто заходилась от восторга уж какими только словами это мне называли как на дни только не издевались она держалась твердо и в общем стояла на своем да я все знала и для меня это вовсе не тайнах но когда у нас был роман мы поддерживали отношения как обычный мужчина и женщина то есть когда у нас был роман и об этом понятия не мило но может быть что-то случилось а может быть ей просто надоело скрывать свои стены и чувства потому что знаете оскорбленная женщина это страшная вещь и вот такое вот заявление интересное еще одна новость у нас уильям леви не возобновил контракт с телевизой или телевиза не возобновила контракт с ним его прежний контракт шестилетний кончился а нового не будет но называют три причины причина первая самая такая интересная конечно экзотическая это то что он решил делать карьеру в штатах а именно в голливуде поэтому и проигнорировал альму матер ну еще раз повторяем причина экзотическая очень сильно мы сомневаемся что увидим о том что то такое выйдет путное хотя кто его знает вторая причина та что телевиза сама решила контракт не возобновлять из-за очень низких рейтингов его последних новелл и особенно новелла латин пистат ну и третья причина это то что телевиза устала от его звездности вы помните все прекрасно недавний скандал когда он покинул площадку из-за того что на территорию компании не пустили его родственника ну короче говоря зрители могут сами выбирать какая из этих версий кажется им наиболее правдоподобны тот кто уильяма любит считает что голливуд ему дорога а тот кто его не любит может сколько угодно злорадствовать и говорит ага смотрите не спасла вообще наша смазливая мордашка убогие рейтинги латин пистант следующая новость из разряда даже не знаю как сказать вот фантастика какая-то вообще невероятно ну короче говоря колумбийская программа дивос сообщила такую новость сенсационную что знаменитая мексиканская актриса отдела нарьего которая пропала с экранов 2009 году после съемок в сериале огонь в крови и теперь не соглашается ни на какие предложения работе хотя там пытались ее на работу искать зазвать огромными гонорарами так вот они сообщили что аделла живет в колумбии говорили что она очень сильно располнила и что у нее проблемы со здоровьем в общем были такие сообщения на испаноязычных форумах посвященных теленовеллам а теперь сообщают что как она была беременна именно этим объяснялась его полнота якобы аделла родила мальчика теперь наслаждается семейной жизнью вместе с четырехлетним ребенком и мужем по имени рафаэль де гусма ну есть еще кое-какие версии о том что у аделлы ребенок от эдуарда яниса ну было время золотое когда у них был роман ну вот и вполне возможно что на съемках огня в крови значит роман этот возобновился но посмотрим соврали не соврали кто его знает следующая новость у нас об эрике элиасе джетерик элиас объявил что скоро станет отцом во второй раз он этим обстоятельством очень счастлив и с нетерпением ждет прибавление в семействе ну что скажем неутомимый мужик вообще дает же не роздуху никакого вот еще сниматься успевает очень молодец далее Вероника Кастро которая рассказала о своих романах на шоу Сусанны Хименес в Аргентине ну что она там рассказала интересная вообще история такая была что она вообще счастливая женщина что у нее все в порядке но она никогда не могла представить что в реальной жизни ей придется столкнуться с такой вот вопиющей неверностью дело в том что один из ее бывших мужчин Омара Омар Фиерро был ей неверен и Вероника сказала что когда она это обнаружила она просто послала его к черту ну там слово было грубее но не будем его произносить вслух затем у нее был роман с Мануэлем Вальдесом по прозвищу Эль Локо вы сами понимаете прозвище она наверное на чем-то основывается по-испански это просто сумасшедший так вот Мануэль Вальдес отец ее сына Кристиана бросил ее сам когда ребенку было 13 лет после того как Вероника обнаружила у него наличие кучи любовниц Вероника сказала что их было штук восемь короче говоря не только богатые плачут но и знаменитые и красивые ну а теперь Вероника говорит что хоть ей нет места на мексиканском телевидении она довольна у нее есть время на путешествие и вообще она свободный и счастливый человек ну и последняя новость на сегодня ага без паник ну тут ничего такого особенного нету ну скажем только то что она дала интервью одному из изданий интернет изданий и сказала что страстно желает иметь стабильные отношения с мужчиной а не только краковеременные романы и она очень хочет найти своего единственного и неповторимого и создать наконец нормальную семью ну может быть ей повезет потому что женщина она вполне молодая и очень даже красивая ну а что до характера то может потому он и трудный что нет у нее настоящей любви вот появится у нее нормальная семья и характер будет мягкий и пушистый ну вот на сегодня все ждем вас в наших следующих программах подписывайтесь на наш канал до свидания